Как известно, в мире шоу-бизнеса существуют параллельные миры. Иногда эти миры пересекаются. Об этом не только мы поговорим с Александром Панайотовым. Приветствую. Приветствую. Прошу. Александр, я правильно понимаю, что ваша последняя работа, клип, обещаю, это такая копродукция с известным видеоблогером Сашей Спилберг. А ее существование я узнал, только читая информацию про вашу работу. Это действительно параллельные миры. Абсолютно параллельные миры. А ее существование я тоже узнал, только после того, как я сидел в жюри на детском конкурсе. Выходят дети, поют. И мои коллеги, тоже члены жюри, ребята из «Голоса». И там еще много сидело музыкантов, и мне говорят, сейчас будет Саша Спилберг. Саша Спилберг. Кто такая Саша Спилберг? Почему столько внимания этой персоне? У нее, говорят, там больше миллиона подписчиков в Инстаграме. Да. А я человек, вообще не меряющий популярность этими эфемерными, скажем так, цифрами. Ну, а что ж эфемерные как раз цифры, это показатель. Ну, мне кажется, это все... Нет, это все... Ну, знаете, я не верю в это. Инстаграм, я знаю массу примеров, где популярны, гениальных людей в Инстаграме. Ну, не так много подписчиков, как у, например, той же Саши Спилберг. Ну, это как-то все для... Опустим эту тему. Но очень многие люди ведутся на эти цифры. Ну, я так понимаю, что вот за две недели 2 миллиона просмотров у клипа обещают. Да, как ни крути, да, на ее канале, да. Да. И, в общем, выходит Саша Спилберг. Ну, вы знаете, я всегда к таким личностям, у которых уже какая-то такая интернет-слава. Я всегда... Ну, какая-то такая вот, которые вроде ничего не сделали для искусства в свои годы, но уже у них популярность. Я отношусь так настороженно, потому что, ну, нету никакого физического, скажем так, доказательства. Вообще подкрепление их интеллектуальной ценности в этом мире. Поэтому я... Но оказалось совсем наоборот, что Саша исполнила песню, собственное сочинение. Меня очень это подкупило. Прежде всего человек пишет в 17 лет и пишет не банальные тексты и музыку, а достаточно сложные гармонические ходы у нее. Она пишет на английском языке. Ну, то есть я люблю это в людях, мне это сразу подкупило. То есть я увидел, что человек не пустой. Ну, прежде всего. И меня сделали так, скажем, ее наставником в этом конкурсе. Я ей помогал выбирать песню, я с ней занимался. И как-то мы так сошлись. И, в общем, я решил дать этому продолжение. Решил совместить свою какую-то плоскость с ее плоскостью. В общем, все это наложилось. Интернет мир. Ну, успешно получилось-то, я так понимаю. Я думаю, что да. Тем более, что я сам снимаю видеоклип в последнее время. Да, я видел вашу работу, которую вы на айфон сняли, поехав в Нью-Йорк. Да, за горизонт. Да. Да, вдвоем, да, вы поехали. Мы поехали с моим менеджером, да, Екатериной. Да. Я купил пятый айфон на тот момент, последний. Да, там один план просто шикарный с чайкой, которая на фоне Статуи Свободы. Удивительно вообще, как-то сам получилось. Я до сих пор сам не понимаю. Она вроде сначала там летит, потом она крупная. И как-то все это, вот я еще все это монтировал. Ну, в общем, как-то все удачно получилось. Мне показалось, что вы все-все написали и сами с вами. Понравилось вообще? Мне нравится. А в какой программе вы монтируете? Final Cut. А, Final Cut Pro или просто Final Cut? Pro, конечно, да. Только Pro. Конечно, да. Это же профессионально. Вот вы отбираете хлеб. На самом деле существует целый плеяда у нас мощнейших в виде клипмейкеров. Я ведь не против. Вы знаете, я... Миронова, там, и прочее. Да, Миронова, кстати, мой первый клипмейкер. У меня первый клип, песня необыкновенная. Это вот Ирина Миронова. Да. Я не против сам сниматься у клипмейкеров, не понимаете? Они заламывают колоссальные деньги. Да, Миронова очень дорогая. Они вообще все дорогие. Вот от Балбадоев, Миронова. Я понимаю, что это искусство, к которому я, может, далек. Я еще не профессионал, но я купил профессиональную камеру. Я пытаюсь снимать какие-то... А, то есть после iPhone вам так понравилось, что вы решили? Да, конечно. Я решил, почему нет. У меня очень крутая камера снимает. 4К – это последнее слово техники. И я осваиваю Final Cut и всякие эффекты. Конечно, я далек от того же Бадоева и Миронова. У них уже рука набита много поколений вперед. И они знают, конечно, гораздо больше, чем я. Но за неимением вот тех материальных, скажем так, ресурсов я пока не в состоянии давать по 70 тысяч долларов за клип. У меня много песен, на которые я хочу снять видео. Поэтому я решил взять все в свои руки. И тем более мне этот процесс очень нравится. Это не то, что безысходность такая, вот я снимаю. Мне нравится этот процесс. Это создание картинки на свою же музыку, свои же идеи. А есть еще коллеги ваши, исполнители, которые тоже на айфон сами снимают? Или вы единственные? Кстати, после моего клипа «За горизонт» Алексей Чумаков тоже решил с Юлей Ковальчук. Они сняли тоже видео на айфон. С семейным таким подрядом, да. А вот вам надо договориться, и чтобы не перебегать к условиям профессионалов, снимать для утра друга. Вы там, для Ковальчук, она там для вас. Вот это будет такой, как бы, такой бы бардер. Я всегда готов к сотрудничеству. Да, и почему нет? Я снимаю не только для себя. Я вот недавно снял еще пару видеоклипов для моих друзей, коллег. Они такие известные артисты, начинающие. То есть мне очень нравится сам процесс. А вот начинать, начинать надо. Какой вот возраст, когда уже поздно начинать в вашем, скажем, жанре? Вот существует ли… В жанре пения, вы имеете в виду? Эстрадного исполнения, да. Мне кажется, никогда не поздно начинать. Да? То есть человек может и в 30 лет обнаружить себе… Конечно, есть примеры. В музыкальных проектах, да, телевизионных, когда люди вдруг выстреливали уже, казалось бы, в том возрасте, когда многие уже сходят на нет. У вас в прошлом году был юбилей, но не юбилей, юбилей – это все, что кратно 25, годовщина, 30 лет. Вы переживали ли это, как бы, какой-то рубеж? Потому что 30 лет – это, ну, как бы, такая, условно говоря, не знаю… Черта, да? Ну да, треть, четверть, половина, не знаю. В Советском Союзе 30 лет – это была отметка, после которой человек официально не мог поехать в молодежный лагерь «Спутник», то есть он уже не молодежь. То есть 30 лет – это уже официально не молодежь. Я уже не молодежь. Знаете, я уже это осознаю, что я уже не молодежь. Даже после той же работы с Сашей Спилберг, я уже понял, что я далеко уже не молодежь. Молодежь сейчас другая. Но черты какого-то рубежа такого не было. Для меня дата, вот когда мне будет за 40, тогда я уже начну напрягаться немножко. И как-то… Говорят, 33 – вот еще такая… Возраст, феста, да. Особенно для артистов, для некоторых. У меня не было. Мне хотелось, конечно, как-то грандиозно это все отметить. Хотя я не люблю дни рождения, я не люблю вообще вот эту всю историю с шумными празднествами. И для меня лучше всего, лучшее празднество – это был концерт, который тоже с трудом я это все организовал, все это придумал и воплотил. И мне было, конечно, безумно приятно, что именно так все произошло, потому что был колоссальный состав музыкантов и оркестр, и визуальное какое-то шоу, которое я сделал. И вот так вот, да, я готов был отметить. А у вас изменились последние, ну, скажем, 15 лет музыкальные пристрастия? Вот то, что вы слушали ребенком 15-летним и сейчас, это та же самая музыка или нет? Практически та же самая, но, естественно, добавляются новые имена. И слава богу, что… Что из того, что вы слушали, будучи там ребенком, подростком, вы слушаете и сейчас? Прежде всего, конечно же, это «Шаде». А, у вас же даже песня посвященная? Да, ей, да. Когда приезжала певица «Шаде» в Москву, я ждал безумный концерт, там, многие годы, не верил, что это произойдет. Я решил посвятить ей песню, передать ей диск. Естественно, это все не случилось, потому что до нее, конечно, она вообще недосягаема. Мне безумно всегда нравятся такие артисты, которые недосягаемые. Я сам к этому стремлюсь. Не то, что как бы вот так вот, есть такой тип людей, которые я вот сам к себе отношу к этому типу, которые не любят особо говорить. Вот есть люди, которые, я знаю, рвутся там на подобные эфиры, им хлебом не кормить, дать только рассказать о себе. А вас силы привели? Нет, не силы. Нет, нет. Вы знаете, я вообще редко даю интервью, на самом деле, и всегда практически отказываюсь. Но я смотрю вашу передачу. Спасибо. Вы улыбчивы. Спасибо, да. И это очень подкупает, кстати. Поэтому контакт есть. Есть контакт? Есть контакт. Отлично. Давайте его развивать, этот контакт. Вот расскажите мне, когда... Я всегда такой вопрос задаю. Когда вы последний раз были в Запорожье, то есть в своем родном городе? Я был три года назад. Повод был печальный. У меня умирала бабушка. И вот, собственно, тогда я и приехал. После того я не приезжал. То есть я все время маму вызываю к себе в Москву. Она не хочет переезжать? Ну, там у меня вся семья, и там сестра, и мама, и племянница. В общем, конечно, в таком возрасте очень сложно менять вообще геолокацию. А сестра старшая, младшая? Старшая. Старшая как зовут? Екатерина. А чем занимается? Она тоже повар, как мама. А, да, я же читал, что мама у вас рассказывала. Да, у нас почему-то такой семейный подряд. А скажите, а вот у вас же и, наверное, не только семья, но и друзья остались, да, в Запорожье. Вы как-то обсуждаете вот нынешнюю всю эту ситуацию, которая сейчас происходит между... Стараемся не обсуждать это. Потому что, вы знаете, у людей кардинально почему-то всегда разные мнения. Очень разные, да. Одни верят той информации, другие приверженцы этой информации. У вас же как раз уникальная ситуация, вы же можете сравнивать информацию оттуда и информацию, которая... К счастью для себя я особо не вникая вообще ни в какую информацию. И стараюсь не делать никаких выводов, потому что я знаю, что и там, и там, и везде что-то где-то недоговаривают, что-то где-то приукрашают. И все равно всю правду, на самом деле, никто никогда не узнает. Знают только первые лица какие-то. Ну да. Это информационная война, прежде всего. Идет какие-то колоссальные давления, и стоит с другой стороны на массы. Мне это не очень нравится, когда на массы влияют подобным способом, в агрессивной форме. Когда выливается это все в войну. Это все... Ну а артистам сложнее. Вы же не можете выступать только в московских клубах. Если вас куда-то пригласят, вы должны принимать решение, поедете вы в Одессу или не поедете. Поедете вы в Крым, если позовут, или не поедете. Вы же должны это держать в голове или нет. Или вас пригласят, и вы поедете, и не будете... Ну все по обстоятельствам. Знаете, я вообще крайне, скажем так, редко когда вообще вникаю. То есть если меня ждут где-то, я туда еду. Для меня это показатель, потому что у меня вообще, в принципе, я редко выступаю. Я крайне редко даю согласие на какие-то такие выступления. Сейчас просто даже в минус мне идет по материальным планам. Но я очень настойчив в плане райдера, в плане каких-то... Ну, кто не знает, что такое райдер. Да, объясните, кто что не знает. Это набор некоторых условий. Да, по звуку, по музыкантам. И я, конечно же, чаще всего отказываюсь, потому что люди не могут предоставить те или иные условия. Но если они делают это, и для меня это большой показатель, что люди идут на мои условия, и что меня очень ждут. Вот мне сказала ваша редактор, что меня ждали очень на эту передачу. Меня это очень подкупает, мне это нравится. То есть я давно для себя сделал выводы, что если тебя где-то ждут, и ждут очень долго, то стоит туда идти, а не просто так. То есть я не хочу быть какой-то разменной серой массой, для меня это хуже всего. У вас есть любимые площадки или любимые города, где любимая публика, которая вас чем-то удивила, чем-то поразила, или это не имеет для вас значения? Абсолютно не имеет никакого значения. Ну а, допустим, вы можете на вскидку вспомнить самый приятный и радостный концерт, выступление, и наоборот самое неудачное? Не в плане сборов, гонорара, а по энергетике, или что-нибудь случилось. Или все вот прям ровно? В основном все. Один из самых ярких, это, конечно, недавно выступление в ООН в Нью-Йорке, в Генеральной Ассамблее. Вы же первый, как говорят, из попсы, человек, который... Вы расскажите поподробнее об этом. Мне позвонил однажды утром, нежданно-негаданно, Михаил Ефимович Швудкой. И сказал, Саш, тут такое дело, как бы 9 мая грядет годовщина, и в Генеральной Ассамблее ООН собирается какой-то там концерт. В общем, я не помню, у меня сразу, конечно, ООН, Нью-Йорк, для меня это волшебные какие-то слова. Я уже сразу, да, я готов, все, естественно, я отдаю согласие. Оркестр Лунстрома, фантастические музыканты, профессионалы. Для меня вообще вот эти вот набор фраз Лунстром, Нью-Йорк, ООН, какое-то вот гипнотическое воздействие на меня. А что исполняли-то вы? Исполняли мы военные песни в джазовой обработке. Ну, то есть, представьте, если бы Синатра пел «Темная ночь» или вот в таком ключе. То есть для меня это прям вообще, прям мое. Естественно, многие, конечно, после того, как я выложил это в YouTube, многие не согласились с такой трактовкой. То есть как-то так, такие песни должны звучать в такой манере. Но всем не угодишь, это такое дело. Но сам факт, то, что мне вот выпала честь там выступать в этом зале легендарном, где принимались вообще все эти значимые для мира решения. И я первый, собственно, из русских, российских, скажем так, отечественных исполнителей, кто достоился этой чести. К сожалению, не осветили это в прессе почему-то. Как же, ну, осветили, наверное, все-таки раз. Ну, как-то. Нет, не было такого резонанса. Ну, для меня, собственно, это и не важно. Потому что это все, конечно, в памяти осталось. Этот зал, этот саундчек, эти аккорды, эти звуки. И должен был быть Пан Гимун, но ему не было, был его заместитель, Чуркин наш. Ну, и вообще классно все было. То есть я был в восторге. И я бы с удовольствием это повторил. Я с удовольствием сказал руководству оркестра Лунстрома, Фрумкину, господину, что я буду только за и буду счастлив участвовать во всех подобных мероприятиях и вообще выступать в своем оркестре. Я бы записал даже альбом с этим оркестром, если честно. Я подумаю сейчас об этом. Хорошая идея. Вот вы сказали, что читали отзывы на вашу эту работу, на ваше выступление. А вы вообще чье мнение цените? То есть я так понимаю, что вы анонимные какие-то отзывы принимаете к сведению, но не очень на них реагируете. Есть люди, которые в вашей системе координат очень значимы в оценках вашего труда? Я не знаю, почему так получилось в моей жизни. Мне почему-то то ли люди боятся меня как-то критиковать. Естественно, нет, конечно, в интернете есть пласт людей, которые хлебом не кормят, дают только написать плохое. Но вот из моего окружения они как-то, может быть, все побаиваются мне что-то сказать. Но конкретной критики в лоб я еще ни разу за 12 лет своего существования здесь не получал. Я не знаю, с чем это связано. А кто в вашем окружении, вы говорите, ваше окружение? Это кто? Мои коллеги – артисты, певцы, с которыми я дружу, сотрудничаю, и разные музыканты. Конечно, это в основном 96% – это музыкантский мир, музыкальные музыканты, и все вокруг этого. А кто ваш самый близкий человек? Ну, с кем вы живете? С кем я живу? Или с кем я вообще живу по жизни? Ну, вот, Милку, ваши самые близкие люди, с кем вы встречаете Новый год или вы на корпоративах Новый год встречаете? Нет. В день рождения свой. Кто люди, которые с вами… Ну, есть такие люди, которые с вами постоянно? Да, конечно, безусловно. Круг сузился. Я могу сказать, что, конечно, раньше по молодости, лет 10 назад, это было гораздо больше людей, и сейчас этот круг сужается просто катастрофически. Это все… Это закономерно. Это закономерно, да, на самом деле? Конечно, конечно. Я так и думал. Потому что… Ну, это, мне кажется, нормально. Нормально, да. Да. На пальцах одной руки можно пересчитать этих людей, это очень близкие друзья. На самом деле, вот они как раз и могут покритиковать иногда. Ну, не то, что я бы прислушивалась, конечно, к этому, но, по крайней мере, я не обижаюсь на это. А вот отзывы о вашей работе родных, которые мы упоминали, для вас значимы, или они по определению, и там, и сестра, и мама восхищаются? Определение. Вот это сложно для меня, потому что я все время говорю, мама, четко дай мне ответ. Ага. Как это было? Мне нужно знать точно, что не понадобится, потому что всегда все идеально, всегда лучше всех. Ну, конечно, да. Я не могу добиться. Я говорю, вот… А вы знаете, есть… Вот у моих коллег, друзей есть родители, которые, ну, которые постоянно с негативом. Они постоянно говорят, нет, вот это все не то, ты здесь была плохая, или там, ты не ту песню написала, ты плохо здесь выглядела. Они прям давят, гнобят своих… Я не знаю, может, они так стимулируют рост. Мне, наоборот, противоположны абсолютно. Мама, у меня все, я самый идеальный. Всегда так было с самого раннего детства? Всегда. Угу. Мама, честно говоря, да, она никогда не верила. Она даже не обращала внимания на то, что там, ее сын поет что-то там, и я там занимаюсь там… Меня сдали музыкальную школу, потому что стал вопрос, выкидывать ли пианино после моей старшей сестры, она занималась музыкальной школой, либо его оставлять, и, в общем, решили его оставить, ну, и на что она будет стоять? Сдали меня в музыкальную школу. Вот как бывает. Да, так бывает. А у нас, знаете, всегда бывает одинаково, в смысле, коды. У нас финал всегда выглядит одинаково, мы играем вот в эту игру, игра вправду. Значит, вот в этом красном мешочке, фишке, вы встаете оттуда одну. Можно сейчас уже, да? Да, конечно. У нас уже подходит концы. Не подглядывайте, да. Интересно. Так, это желтая, да. Любую желтую карточку. Любую, да. Давайте под самым… на самом дне какую-нибудь. Вам случалось, будучи сильно пьяным, интересно, делать что-то ответственное, притворяясь абсолютно трезвым? Расскажите, как это было? СМЕХ Классно. Самое дно, в общем. СМЕХ Нет, это еще не самое кто, конечно. Ну, во-первых, давайте разделим на две части. Вам случалось быть сильно пьяным? Конечно. Конечно. Вот как раз вот это не конечно. Есть люди, которые… Да, есть такие люди, не пьют. Бизнес. Да, кстати, недавно британские ученые, как говорится, они сделали открытие, что люди, которые совсем не пьют, они умирают раньше, чем пьют. Я читал об этом. Да, это очень сейчас, да. Мне вообще люди, которые вообще не пьют, я всегда тоже осторожно отношусь. Для меня это странно. Или там я не ем там сахара, которые абсолютно… Я понимаю, что есть какие-то болезни там, которые… Да, но я категорически там не пью, потому что вот так вот, ну, для меня это странно. То есть я могу выпить что-то, ну, я был пьяный сильно, естественно, у меня были такие моменты, они, слава богу, нечастые, но они были. Но я никогда, ни при каких обстоятельствах не совмещаю это с сценической деятельностью, никогда себе не позволю быть нетрезвым или вообще выпившим. Даже на корпоративах? Никогда. То есть для меня… А если заказчик настаивает? Нет, ни при каких обстоятельствах. У меня не бывает такого, что заказчик настаивает. У меня такого никогда не бывает. Вообще никогда не бывает? Нет, нет. То есть я хозяин положения всегда на своих концертах, корпоративы, концерты. У меня как я хочу, так и будет. У меня никогда такого не было, чтобы хозяин что-то там настаивал. Это невозможно. Поэтому я всегда жестко дисциплинированно подхожу к работе, никогда не позволю себе плохо выглядеть на сцене, безобразно себя вести, плеваться, бросать микрофоны, как это делают некоторые мои коллеги. То есть у меня есть свой регламент, который я четко придерживаюсь. У меня табу, вот такие вещи. Александр Панайотов не страдает звездной болезнью, как следует буквально из его последнего заявления. Тем не менее, как мы все знаем, звезда. Доказательством этого, кстати, успех совместного проекта Саши Спилберг. Видеоклипа обещаю. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо.